Привет, друзья! Сегодняшний выпуск хотим посвятить еде. Еда, только потому что я ее очень сильно люблю. На самом деле, сегодняшний выпуск будет посвящен более правильной еде, потому что мы нашли на Пхукете кафешку, которая специализируется на безглютеновых, безмолочных, безяйцевых, безмучных изделий. Я зачем тогда сюда пришел? Вижу, здесь нет ничего, что я хочу. Ну, в общем, правильные вкусняшки сейчас в теме, поэтому ППшники, изложники, подвигайтесь ближе к экранам. Любители Макдональдса, KFC, выйдите из кадра вообще, это не для вас. С учетом того, что можно позвонить ей в 12 ночи и сказать, погнали в Макдашку, и она поедет. Это второй раз, второй, точнее, выпуск, когда я просыпаюсь, не ем дома, а вот еду куда-то завтракать. Посмотрим, пока вроде все нормально вроде, кофе, водичка, принесли, все нормально, чайник, чая. Дилхам. Какой? Дилхам. Какой? Дилмах. Почему-то я всегда говорю Дилхам, а это Дилмах. Короче, где меню? Эспрессо у нас стоит 65 бат, это обычный дабл, большой, разные цены, американо 100 бат, капучино 90, капучино с алманд, с миндальным молоком 130 бат, такой нормальный ценник, чаи по 75. Завтраки здесь с 8 до 2, выбор завтраков достаточно хороший, из 8, также есть сэндвич меню, что это у нас? Спагетти, пине, супы, выпечка, все неплохо выглядит. Это остается только попробовать. А, кстати, еще обращайте в Таиланде внимание на 7% государственный налог. Не все его сразу включают в меню, кто-то просто внизу подписывает то, что 7% ватт не включено, поэтому в счете вам это будет приплюсовано. Плюс еще 10% сервис чарч. Фишка этого заведения в том, что продукция здесь безглютеновая. В моей жизни был период, когда я не могла есть выпечку, и даже макароны мне были недоступны, поэтому мне приходилось есть безглютеновые. Где же вы были? Ну вот, например, посмотрите вот на эти сэндвичи, на эти, что это, бейглы, все это безглютеновые, господи, это просто счастье. А еще, судя по всему, у них есть продукция даже на вынос, а-ля безглютеновый бред, ой, бред, безглютеновый хлеб, высокопротеиновый хлеб. Цены, конечно, немножечко кусаются, что-то из серии 530 бат за килограмм хлебушка не хотите ли, из органических кино, но хочешь питаться правильно, хоти денюжки платить, мне кофе надо просто выпить. Вот это правильный размер, и не 15 сантиметров, а вот это правильный размер. Я заказала блинчики из гречневой и кокосовой муки, понятия не имею, как это будет на вкус. Дома я пеку блинчики, обычно из геркулесовой муки, просто перемалываю, просто перемалываю хлебную муку и, собственно, выпекаю. А здесь гречка. Папа, смотри выпуск, блинчики из гречневой муки. Выглядит очень красиво, сейчас попробуем на вкус. Прекрати меня снимать, пошли есть. Итак, значит, что принесли мне? У меня был, на самом деле, это обычный американский завтрак, они его переназвали, переименовали, сделали baked free breakfast. Что же сюда входит? Это два бекона, два яйца, приготовят его на ваш выбор, две безглютеновые сосиски, два безглютеновых помидора. Про безглютеновых помидор я, конечно, прикалываюсь. Да, правда, написано в меню безглютеновые сосиски. Сейчас, 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 сейчас. Да, вот это. Ну, вот. Вот сосиски. Плюс идет сет какой-то непонятный, что это, из грибов, джем, бобы, два тоста безглютеновых, масло. А если они мне скажут, что оно безглютеновое, я кину в них этим маслом, потому что это обычное масло. Джем, мед, шоколад. Шоколад, пожалуйста, сними шоколад, мед, джем. Завтрак этот стоит 320 бат. На самом деле, ну, неплохо, хорошо. Сейчас попробуем на вкус. Хотя, как можно испортить яичницу, я не понимаю. Сномерная аппарата. прошла. Безглютеновая кокосовая гриничка, огонь. Гречневая мука вообще не чувствуется, чувствуется только кокос, такой легкий-легкий привкус. Еще мне к ним положили замороженные ягодки, они уже подрастали. Капиденски. Приятного аппетита. Безглютеновая сосиска, как сосиска. Поэтому смело приезжайте и не думайте, что здесь что-то страшное. Смотрите, какой тост. Единственная, наверное, его разница была бы от обычного тоста, он бы не был таким пышным. Пока он не видит. Он больше похож на бисквит, чем на обычный хлеб. Очень вкусно. Безглютеновые бобы тоже нормальные. Пока он занят безглютеновыми бобами, я буду... Черт, заметь. Ребята, мы спалили свои руки. Проверим. Он будет минул, типа шумian. Проверим. 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 Начинается. Говорит. Кафешка небольшая, всего лишь на 5, 2, 3, 4, на 5 посадочных мест. Одно место уже даже занято. Мужчина? Да. Мужчина, простите, здесь обозрались. Я не спал. Скажи, тебе было вкусно? Достаточно вкусно. Неплохой. Для безглютеновой еды место хорошее, само расположение находится на спортивной улице. Те, кто знает Пхукет, недалеко от Тайгер Муй Тай. А теперь я предлагаю подсчитать сколько раз за это видео мы сказали слово безглютеновой. Безглютеновой 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 Кот наплакал. короче попросили мы счет блинчики и мой завтрак американо и американский завтрак все вместе семьсот восемь шесть бат плюс семь процентов как я и говорил семь процентов комиссия пожалуйста может убежим но семьсот восемь шесть камон давай ты бежишь я отвлекаю я догоняюсь до аксель кредит к прекрасно они принимают карты потому что налички у меня нет и так вкусно было безо безобразно вкусно в общем кафешка работает каждое утро с 7 утра до 7 вечера и также у них еще работает кофе на вынос 7 утра это не единственная кафешка на пуна пукете есть еще одна на рава и одна из на короне просто чалон к нам был ближе всего в общем бэйк фри нет бэйк фри highly recommended by двое за границей на минуточку and trip advisor чтобы понимали все друзья на сегодня все мы короче быстренько поехали чтобы машина была начала быстро охлаждаться потому что у нас все горит чтобы понимали мы просто обошли себе жопки короче в эфире были двое с границей подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайки пишите комментарии ну и делитесь этим видео со своими друзьями мало ли кто-то будет на пукете и кому-то это понадобится пока пока